Это Нижний Новгород. Мы идем в гости к людям, которые горят своим делом. Добро пожаловать на производство. Я захотел сделать такой бизнес, чтобы он не был повторен в России никем. У меня глаза разбегаются, сколько всяких незнакомых для меня приспособлений. Люди с производства видят нас, а мы видим их. Я испек печенюшки. С моим партнером загрузили в машину печенье и поехали по стране. Теперь я знаю все о салями. Значит, ребят, слева мои, справа Артем. Не жалеешь, что вообще занялся когда-то своим делом? Ни разу не жалел. Всем привет! Это подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайф. Друзья, в прошлых выпусках мы приглашали к нам в студию предпринимателей для решения интересных кейсов. Обсуждение вопросов, которые волнуют наших слушателей. Однако есть известная поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому настало время все увидеть собственными глазами и отправиться в путешествие по городам России, чтобы лично встретиться с предпринимателями и увидеть, чем же они живут, чем живет их бизнес и, конечно же, регион. Присоединяйтесь ко мне и уверен, эти знания вдохновят вас на новые свершения в бизнесе. Поехали! Это Нижний Новгород. Древнейший город России. Ему более восьми веков. Здесь богатое культурное наследие и развитая экономика. И знаете, еще с 19 века есть такая поговорка «Санкт-Петербург – голова, Москва – сердце, а Нижний Новгород – карман России». А говорили так, потому что именно здесь, в Нижнем Новгороде, была самая большая, крупнейшая ярмарка в Российской империи. Ее даже называли «восьмым чудом света». Сюда приезжали купцы не только из России, но и из других стран. Как же сейчас обстоят дела с предпринимательством? Чем живет бизнес? Как он развивается и как решает свои проблемы? Мы идем в гости к людям, которые горят своим делом, у которых есть классный опыт и интересные бизнес-кейсы. Первого нашего героя называют рыцарем Салями. Интересно? Поехали! Друзья, пока мы добираемся в гости к нашему герою, я хотел бы поделиться с вами некоторыми фактами. В регионе зарегистрировано больше 130 тысяч предпринимателей в малом бизнесе. Большинство из них трудятся в оптовой, розничной торговле, производстве, логистика, ресторанный бизнес. И 30 тысяч из них – это молодые предприниматели. Хочу сказать, что с каждым годом молодых предпринимателей в нашей стране становится все больше и больше. И это, конечно, не может не радовать. Добрый день! Добрый день! Андрей? Егор Калена? Да, мы наконец-таки к вам доехали. Рад вас видеть. Давно ждали. Спасибо, спасибо. Был такой кейс, теперь приезжает к предпринимателям. Но, судя по доспехам и рыцарской обстановке, все понятно, почему вас так называют. Андрей, не терпится с вами познакомиться. Давайте начинать. Чем занимается компания «Вишневский»? Мы занимаемся разработкой рецептур и производством деликатесной продукции, такой как салями, тонкая и цельномышечная. Мы делаем ферментированную рыбу по рецепту Петра Первого, уникальный рецепт. И мы занимаемся сухим созреванием стейков. Мы берем лучшая труба, договариваемся о производстве под нас именно сырья и дальше сыровялем здесь, делаем стейки и кормим людей качественной продукцией. Как ты пришел к этому бизнесу? С чего все начиналось? Это смежный бизнес. Я занимаюсь проектированием объектов общественного питания, фабрики, кухонь и производств. Собственно, как бы решил спроектировать себе фабрику. Имея опыт, я захотел сделать такой бизнес, чтобы он не был повторен в России никем. Я его создал. Андрей, почему средневековый стиль? Вот везде вот щиты, гербы и вот эти рыцари. Раньше занимался раскопками, мне просто нравилось. Мы ходили с натуралоскателями, там, выкапывали какие-то монеты, подметы быта. Потом я изучал рыцарство, идеологию рыцарства, как она вообще родилась, что это за люди такие были. Для меня рыцарь – это человек, который несет доброй свет, и защищает... Ну, ты привнес его в свой бренд, в свою компанию. Да, защищает продукцию нашу от некачественной. Как родился бренд? Вот почему по фамилии? Вот кто-то разрабатывал логотипы, да и что? Да, мы с семьей просто отдыхали на даче. И, собственно, я говорю, слушайте, я хочу сделать такой продукт, деликатый сдавать и придумать, как его назовем. Там были всякие названия интересные, типа Король Андрей, там, прочие-прочие вещи. Ребенок говорит, пап, давай просто по фамилии назови. Он же говорит, будет классно. Я говорю, слушай, ну да, будет классно. Я говорю, но только-то есть такой риск, что надо будет марку постоянно держать, 100%. И я так ее, собственно, как бы держу всегда. В чем сложность производства? Мы в 21-м году запустили производство. У нас год продукции не получалось. Мы адаптировали российское сырье к тем рецептам, которые, собственно, я изучал. Если ты продукт хочешь сделать натуральный, не используешь различные стартовые культуры, а мы их не используем, не используешь антибиотики, вкусовые добавки, то потребуется детальной проработки. Мы можем пойти посмотреть, у тебя производственный цех? Обязательно. Пойдем посмотрим. Ну что, это вот и есть как раз-таки цех, да? Да, это основной цех, где мы занимаемся фаршеставлением. И самую главную стадию проходим. Здесь создаются все рецепты. У меня глаза разбегаются, сколько всяких незнакомых для меня приспособлений. Расскажи, вот, например, вот это что такое? Это шприц. То есть шприц для того, чтобы фарш попадал в оболочку колбасной, и дальше мы уже делаем из нее наши салями. А где делается сам фарш? Фарш делается здесь, это мясорубка с охлаждением. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот поставщики-то, где покупаешь мясо? Я беру сырье, в частности, для салями в Белгороде. Мы используем породу зиро. Какая-то крупная компания, да? Это, да, один из крупнейших поставщиков. У них хорошая логистика и всегда свежее сырье. И оно подходит нам идеально для нашего продукта. Ну, а если мы говорим про КРС, то отрубы мы берем в Рязани и в Ленинградской области. КРС – это крупный рогатый скот, да? Да. Говядина, да? То есть, условно, говядина. Конечно. Вот расскажи про рыбу. Это Мурманск или какая-то там норвежская лосось? Мы берем Мурманск, семгу, да. Отечественный производитель наш. Это наш производитель Мурманск. Конечно. Это в радует вдвойне. Слушай, ну расскажи про этот шкаф, где висит колбаса. В чем его отличие? В чем вот особенность? Какая там температурный режим, либо влажность должна поддерживаться? Как раз это климатические камеры, которые, собственно, позволяют программировать стадийность производства. Сколько занимает времени, чтобы получить вот готовую продукцию с салями, колбаса? Ну, в среднем тонкие с салями созревают 30 суток. 30 суток. Теряет повод примерно 52%. И вот из этой палки получается 150 грамм всего лишь навсего? Да, совершенно верно. Теперь я понимаю выражение «усушка, утряска». Какой процент брака, Андрей? Расскажи, вот здесь вообще, здесь возможен или нет? Мы закладывали бизнес-модель, что брак у нас будет не более 3%, но в идеале стремится к 0,5%. На текущий момент мы подходим к барьеру примерно от 0,5% до 1%. Как оцениваете окупаемость? Так как проект очень носит характер уникального, у нас первая бизнес-модель пошла совершенно по другому сценарию. Не так, как мы ее планировали. Мне пришлось в прошлом году выкупить доля. Поменялась экономика, стоимость денег поменялась. Поэтому на текущий момент я думаю, что именно данное производство будет окупать себя еще ближайшие 4 года. Если нас сейчас слышат потенциальные инвесторы, которые хотят вложиться вот в это производство, сколько им нужно иметь на руках свободных денежных средств, чтобы инвестировать и построить вот как бы, ну, такой цех? В среднем с запасом нужно брать примерно миллион евро. У тебя были деньги, либо эти деньги были заемные. Не знаю, накопил тебе удалось, либо привлек инвестора. Вот где взял стартовый капитал? У меня были партнеры. Они помогли со стартовым капиталом. Также, естественно, я использовал свои денежные средства. Ну и, собственно, были задачи в течение 5 лет направления развить. То есть из маленькой экспериментальной лаборатории выйти уже на полноценное производство, спроектировать фабрику и начать не только делать для души продукты, но и перейти уже в уровень... К промышленному производству. Андрей, если позволишь, у меня как раз вот в тему есть вопрос от одного из слушателей, от твоего земляка. Задает его Алексей. Владею заведением в самом центре города. Открыли буквально недавно. Два месяца назад в партнерах три друга. Со временем у нас что-то стало идти не так. При этом пошли сразу в бой. Не обговорили никаких деталей, не обсудили, как будем выходить из бизнеса. И уже на второй месяц некоторые члены команды не соблюдают свои обязанности и зоны ответственности. Как открыть успешное заведение, не потерять друзей и при этом стабильно получать прибыль? Есть риск, что придется закрывать это начатое дело. Да, с друзьями бизнес очень сложно вести. Лучше даже, наверное, не начинать. А если уж вы начинаете бизнес с друзьями либо партнерств, то нужно четко определить роли. Кто отвечает за операционную деятельность, кто будет отвечать за маркетинг, за продажи, кто отвечает просто за финансирование. Лучше пригласить юристов. Сначала подписывается соглашение, договор о намерениях. В нем юрист отражает все возможные раскладки, как что будет происходить. Этот договор о намерениях переходит уже в некий инвестиционный договор. Кто что вносит, прописывается все стороны, кто за что отвечает. И по какой цене ты можешь выкупить долю одного из участников. Как она оценивается, какой мультипликатор условно. И все это прописано в одном контракте. Даже такой момент, например, начали трое, все хорошо, но у одного что-то случилось, и ему нужно деньги забрать. Прописывается через сколько и как он может забрать свои деньги. Можешь перечислить для начинающих предпринимателей в сфере пищевой переработки, какие ошибки ты допустил и как их можно избежать? Первая ошибка, что я открываюсь в центре города, открылся в элитной застройке недалеко от Кремля. Под нами парковка находится, сверху жилое здание. Первое, что я неправильно рассчитал, это система вентиляции. Вторая ошибка, я не рассчитал количество мощностей по электричеству. Прошли такой фактор, как добрые соседи, которые спускались ко мне и хотели увидеть там мышей, тараканов. Слава богу, мы показали, что у нас стерильное производство и прочие моменты. Учитывайте логистику. Это очень важно. Логистические пути и зону хранения. Я рассчитал это также неверно, потому что объемы производства увеличились. Помещение-то это же не автобус, их не растянешь. Не позволяет хранить готовую продукцию. Конечно, конечно, абсолютно верно. Слушай, мы перейдем к вопросу. Вот как раз он касается локации. Задает его Кшинин Сергей, как раз тоже твой земляк. В общем, у него гриль-бар Дворф, тоже находится в Нижнем Новгороде. Вопрос в чем? Планирую расширять бизнес и хочу открыть вторую точку. Как удачно выбрать место для открытия заведения без угроз выживания за счет первого? Да, ну вот существует такая тоже расхожая фраза в ресторанном бизнесе. Три главных правила – локация, локация, локация. Для того, чтобы ответить на его вопрос, надо понимать, какой у него будет бизнес. Он будет масштабировать свой Дворф. Или будет делать совершенно другой бизнес. Если он делает Дворф, то нужно провести исследование рынка. И на основании исследования рынка, нормального масштабного неба, какой-то отписки, понимать, будешь открывать такой второй, есть ли потребность, либо нет. Если ты делаешь какое-то другое заведение, играет правило, место, 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 все. Ты понимаешь, какое поколение сейчас есть, какой продукт востребован, что это будет. Гастро без строа, столовая, ресторан банкетного типа, комбинированный проект, уникальный какой-то проект. Но уникальный проект, надо очень много денег, ты должен понимать, что ты можешь в него втянуться и очень долго его инвестиции обратно возвращать. К конъюнктуру рынка изучить. Я хочу привести пример. У нас есть в Сберии взрослевое решение как раз-таки для индустрии общественного питания, так называемой хорики, внутри которого интегрирован сервис такой, где можно по конкретному адресу, указав его, получить довольно такой сносный, крутой отчет, что лучше по этой локации открыть. То есть, если ты хочешь открыть, условно говоря, аптеку, тебе этот картографический сервис, можно сказать, что нет, здесь аптека достаточная, лучше на этом месте будет магазин цветов. Цветов или ветеринарный какой-то, либо еще что-то, что-то на районе нет. Анализируется огромное количество. Пешеходный трафик, соцдэм, средний чек. Огромное количество такого бигдата по-настоящему анализируется. И наш слушатель тоже может им воспользоваться. Открывайте счет в Сберии и, пожалуйста, пользуйтесь таким диджитал-продуктом. Андрей, ну что ж, я искренне рад побывать в сердце, так сказать, производства такой колбасы. Теперь я знаю все о Салями и могу быть твоим помощником. Но впереди нас ждет самая, пожалуй, лучшая часть нашего путешествия. Это дегустация. Конечно. И пойдем пробовать скорее. Стейкмастер Солюмиер Артем Рачков. Значит, сегодня мы будем готовить тартар из пекания сухого созревания. Для начала, соответственно, мы нарежем мясо. А все мясо подходит для тартара, скажи, пожалуйста. Любая нежирная часть. Порежем каперсы, лучок и огурчик. Мы перемешали все. Перемешали? Да. Попробовали? Нет еще. Надо обязательно попробовать. А соль надо добавить? Конечно. Соль и перец надо добавить. А, и соль, и перец. Вносить надо это по чуть-чуть, чтобы была возможность изменить. Потому что соленых продуктов здесь и так много. Достаточно много. И если сразу много посолить, то исправить, как будет тяжело. Ммм. Очень даже. Значит, ребят, слева мои, справа Артем. Что, я тогда, да? Сейчас перепутаю вот так вот все. Чтобы выбрали. Расскажи о своих планах. Вот как ты видишь успех своего бизнеса? Как он выглядит? На ближайшие пять лет я запланировал построить фабрику. Две фабрики. То есть, либо будет это одна фабрика в одном месте, в одном регионе сосредоточена, но будет рассчитана на два продукта. То есть, это продукт, как мы и планируем, деликатесный. Так и хотим ввести новые СКЮ. То есть, это термически обработанные продукты. Сосиски классные, то есть, суперовские там. Пельмени тоже уникальные. То есть, это тот продукт массового потребления, но очень высокого класса. Либо мы построим две фабрики, которые будут в разных регионах находиться. И, скорее всего, с разными инвесторами. Я планирую запустить школу мясников Сульмир. Обучать людей, чтобы они могли открывать мясную проработку, заниматься производствами деликатесов в своих городах, в своих регионах, в своих странах. И планирую, естественно, построить сеть собственных магазинов, которые будут сочетать себя и бестро, и продукты. Не только наши, но и фермерские продукты. Яйца, масло, различные сырокопченые изделия, сыры и прочее. Таких проектов я планирую сделать 50. 50 магазинов, это, скорее всего, все-таки будет франшиза. Так, дорогие друзья, Артем Рачков научит сейчас готовить стейки на грилер. Значит, сегодня мы будем с вами жарить стейки сухого созревания и стейки влажного созревания. Мангал мы уже разожгли, он у нас прогрелся, решеточки у нас прогрелись. Здесь стейки у нас уже набрали комнатную температуру, что очень важно. Поэтому мы приступим их жарить. Мы их не солим, не перчим, не смазываем ни в коем случае никаким маслом. А солить потом в конце нужно, да? Конечно, и только после того, когда их порежем. Скажи, Артем, что сделать нужно, чтобы стейк не был сухим? Должна хорошо быть разогрета поверхность, которая будет готовить. И стейк должен набрать комнатную температуру. Когда стейк у нас с вами готовится, он начинает набирать упругой. То есть мы можем ориентироваться по собственной руке. Вот так вот, это что означает? Да, все время. Это прожарка Рея. Рея. Это медиум Рея. А когда ты сомкнул палец, то здесь подушечка уже становится... Оно начинает уплотняться. Собственно, мы сейчас это и потрогаем, и поймем. Они, кажется, уже подходят. Уже почти готовы. Вот сейчас они должны отдохнуть, чтобы стабилизировался вкус. У них сейчас вся влага в середине. И она должна разойтись. Сейчас будем нарезать стейки, ровненько солить, перчить. И потом, конечно, что? Пробовать, да, и кушать. Друзья, ну что, пробуем, да? Приятного аппетита всем. Да, всем приятного аппетита. Андрей, я хочу тебе сказать спасибо большое. Поблагодарить тебя за этот день чудесный. За твое интервью, за этот мастер-класс. Ты превосходный человек и совершенно гениальный предприниматель. Я уверен, что твой бизнес будет развиваться и каждый год удваиваться. Спасибо тебе большое. Спасибо, Егор, за приятные слова. Ну что ж, друзья, мы побывали у Андрея Вишневского. И теперь мы едем в гости тоже к Вишневскому, но уже к Юрию. Это еще один предприниматель из города Нижний Новгород. Их точно что-то объединяет. Не только фамилия. Конечно же, это любовь к своему делу. И, возможно, желание сделать свой неповторимый, уникальный, интересный бизнес-кейс. Здравствуйте. Приветствую, Юрий. Приветствую. Добро пожаловать на производство лучшего противеного печенья в мире. А, да? Да, все. Уже не терпится познакомиться с вашей командой, посмотреть производство и попробовать печенье. Мы с удовольствием вам все покажем. Расскажи о себе, о своем бизнесе и как ты понял, что тебе надо стать предпринимателем. Я являюсь одним из основателей компании «Спорте». Бизнес-опыт мой начался, на самом деле, где-то в районе 30 лет. До этого я работал в банке, в лизинговой компании, потом занимался лесохозяйственной техникой, создавал пожарно-химические станции по всей стране. Ну, тоже были продажи. Я задумался о бизнесе еще в 20 лет, когда я понял, что нужно ходить на работу в определенное время. Меня это очень сильно с самого начала начало напрягать. Я всегда опаздывал на работу. И я думал о том, что вот если я стану предпринимателем, у меня будет свое дело, то я смогу принадлежать сам себе и ходить на работу во сколько я хочу. Это правда, но только отчасти. Теперь я хожу на работу к 7 утра, а ухожу я зачастую один из самых последних. Но, по крайней мере, эти решения принимаю я, исходя из необходимостей и требований деятельности своей компании. Чем занимается компания о спорте? Наша компания занимается производством печенья и протеиновых батончиков, но не по классической рецептуре. То есть изначально мы для себя ставили цель, чтобы у нас продукция была как продукт будущего. То есть максимально безопасная для потребителя. С минимальным количеством сахара, а в нашем случае с его полным отсутствием. Мы используем сахарозаменители, мы не используем муку, мы не используем маргарин. То есть это не классическая кондитерка. Егор, сейчас мы находимся в отделе продаж. У нас тут работает 7 человек. Мы плавно пододвигаемся к стене, которая является нашей гордостью. Здесь все наши медали, достижения, благодарности. Сейчас мы с вами приходим в другую часть этого балкона. Здесь у нас сидит снабжение и логистика. И гордость нашей компании, ноу-хау, это окно на производство, где люди с производства видят нас, а мы видим их. И мы вместе одна команда. Расскажи о том, как тебе удалось собрать команду, как ты сейчас ее мотивируешь. И есть ли с этим вообще сложности? Вообще мы начинали со 125 квадратных метров. Производство было очень небольшое. И учитывая, сколько мы уже денег, силы, средств потратили на разработку, нам первое время приходилось работать самим. То есть мы были и кладовщиками, и снабженцами, и пекли, и упаковывали, и продавали. Все делали сами. Постепенно, когда наши продажи начинали расти, мы начинали привлекать уже дополнительно людей. Как бы глобальных трудностей, наверное, у нас не возникало. То есть на сегодняшний день у нас площадь 3030 квадратных метров, и у нас порядка 100 человек трудятся в компании. Есть ли какие-то там долгосрочные программы мотивации? Не знаю, может быть, какие-то опционы или еще что-то? Мы стараемся, несмотря на то, что количество людей растет, быть такой некой семьей. Мы запускали, например, что у нас работало, приведи друга. Первую часть премии мы платили меньшую за то, что человек пришел и начал работать. По рекомендации действующего сотрудника. Действующий сотрудник привел за руку, говорит, вот, он хочет у нас работать. Если он проходит собеседование, работает месяц, он получает за него премию, кто привел. Если он работает полгода, он получает премию еще в три раза больше, чем первый раз. Юр, продолжи, пожалуйста, определение. Бизнес для меня это? Возможность сотворить чудо. Потому что сегодня мы находимся в компании, которой раньше никогда не было. То есть мы ее не купили, мы ее не отобрали, мы здесь не работали, мы ее создали. Магия, которая происходит от идеи до иссязаемых каких-то результатов, но, наверное, это что-то невероятное. И все работает, все прекрасно. Сейчас посмотрим обязательно. Обязательно. Юрий, ну что, мы находимся на главной производственной площадке твоей компании. Расскажи, как выглядит процесс приготовления этих удивительных печеней. Что ж, у нас поступает сырье, которое потом передается к тестомесу, загружаются ингредиенты и подготавливается непосредственно сам замес, который после этого поступает в оборудование, которое формирует печеньку на листы и в печи. Юрий, я всегда хотел почувствовать себя вот пекарем на производстве на каком-то. Ты мог бы мне доверить какую-нибудь безопасную операцию? Конечно. Чтобы мне попробовать. Конечно. Это лучшее время и место для того, чтобы это почувствовать. Впереди у нас стоят полиновские печи ротационные. Сейчас мы позволим тебе загрузить туда телегу и запустить процесс выпечки. Спасибо. Все четко. Зеленое. Старт. Класс. Я испек печенюшки. Сейчас еще и пробовать будешь. Да. Где еще есть такая возможность, как не в подкасте. Был такой кейс. Это прекрасно. Впервые почувствовал себя пекарем. После того, как продукция отпекается, она попадает у нас в остывочное отделение. После достижения необходимой температуры, при которой мы можем ее запаковывать, она поступает уже на упаковку. Смотрите наши подкасты в социальных сетях и сообществах «Теперь я босс». Подписывайтесь и задавайте вопросы через наш чат-бот. Мы обязательно постараемся ответить на каждый ваш вопрос. Расскажи, пожалуйста, топ-3, либо, может быть, 5 ошибок, которые вы совершили и которые нельзя делать на первых шагах. Задача была достаточно амбициозная. То есть наступил 2014 год, санкции. В тот момент нам попало в управление розницы магазина спортивного питания. И мы, когда начали ее анализировать, проводить внутренние аудиты, мы обнаружили пустоту на полке. То есть что можно заменить. Но дело-то вот в чем. Нету школы. Этому никто не научит. То есть тебе нужно вот эту идею начать воплощать. То есть надо заниматься фактически разработкой. С нуля? Абсолютно с нуля. У тебя нет денег каких-то там. У тебя нет возможностей. Но ты просто начинаешь верить в эту идею и пытаться найти единомышленников. Мы первый год нашли технолога, который тоже поверил в то, что это можно сделать. И начали арендовывать производство по области нашей. Нанимать персонал и проводить эксперименты. Ну, чтобы произвести какую-то партию. Чтобы родить образец хотя бы. Потому что ты сначала это делаешь на кухне. Не получалось очень долго. А производить маленькими партиями было невозможно. То есть это всегда стоило достаточно серьезных денег. И ингредиенты все были дорогие. Это не мука за 50 рублей килограмм, условно говоря, а это белок за 1000 рублей килограмм. Если ты там 200 килограмм испек, ну, считайте сами. Но, тем не менее, мы не опускали руки. И где-то через год у нас появилось то, с чего мы начали. И мы начали запускать наши продажи уже. Кстати, сейчас пакуется печенье, которое ты отпек сам. И у нас есть уникальная возможность тебе его выдать. Очень хочу попробовать. Даже две, да? Одно в карман. Детям повезло. Ну, само собой. Да, детям надо отвезти. Так, распаковывай. Еще тепленькое. Да, ох ты. Удобно, кстати, распаковывается. Свежак. Невероятно. Свежее никто не пробовал. Классно. И мне нравится очень упаковка красивая. Логистика своя? Нет, мы пользуемся компанией. Транспортной компанией. Транспортными компаниями, логистическими партнерами. А куда они в основном перевозят? На распределительные центры? На распределительные центры, да, на склады, маркетплейсов. Как продвигаете свою продукцию? С чего мы стартовали наши продажи? Это мы отпекли первую нашу партию. И с моим партнером загрузили в машину печенье и поехали по стране. Мы на ходу, прям с колес договаривались на встречу с владельцами магазинов. Забавная история была. Мы в один город приехали. Долго очень уговаривали человека с нами встретиться. Он говорит, ладно, парень, я с вами встречусь, но я не понимаю, зачем. Я говорю, ну как зачем? Что ты в магазине у нас продавал печенье. Он говорит, так у меня уже нет магазина полтора года. Но тем не менее, мы настолько были настойчивы, что с нами он все равно встретился. Но мы поехали просто и начали запускать сами продажи. А потом использовали то, что могли. Таргет. В местных локальных сетях? Нет, мы начинали со спортивной розницы. Это магазин спортивного питания по всей стране. Слушай, у меня есть вопрос от наших слушателей. Тоже я из Нижнего Новгорода. Ольга Чужакина задает его. Я являюсь владельцем бренда от мамы. Занясь производством чая, конфет. Но более основное направление – это свечи ручной работы. Бизнесу уже третий год и есть свой сайт. Участвую во всевозможных маркетах. Раньше основным каналом продаж была запрещенная сеть. И когда она закрылась, то поток клиентов резко сократился. Мне все рекомендуют выходить на маркетплейсы, но я боюсь потерять индивидуальность. Ведь на маркетах тысячи свечей. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? Насколько я понимаю, что Ольга еще в начале этого пути. И на сегодняшний день она не обладает достаточными бюджетами для того, чтобы использовать внутренние инструменты площадок, которые тоже работают, но они стоят денег, безусловно. В первую очередь, нужно правильно преподнести товар. Очень хорошо продумать над текстом, сделать хорошую карточку, сделать видео. То есть для того, чтобы люди понимали, за что они платят и что это за товар. Маркетплейсы достаточно много берут комиссий. Но в целом мы приходим в оптовую цену. То есть есть розничная цена, есть оптовая цена. Соответственно, это фактически как любой другой оптовой клиент. По сути, дистрибьютор такой. Ну да, то есть только как бы они не являются продавцами. Продавцами на маркетплейсах является сам поставщик. То есть потому что нам фактически предоставляют полку. И вот на этой полке мы должны красиво поставить свой товар. И предложить потребителю уже что-то особенное. То есть выделить какие-то конкурентные преимущества, какую-то типографику, инфографику, может быть, там сделать. Чтобы потребитель понимал, что он покупает, и ему это захотелось сделать. То есть способы есть. Вы продаете на маркетплейсе? Какую долю в продажах он занимает? Вообще в целом вот весь... На сегодня, наверное, доля падает. То есть потому что растет сильно оффлайн. Где-то 30%, наверное. Ну а я тебя хотел бы сказать, Ольге, о том, что мы не так давно выпустили на рынок пакет услуг только для селлеров и отраслевое решение e-commerce, в котором сосредоточены абсолютно все инструменты для успешного вывода вашего продукта на все известные на сегодняшний день маркетплейсы. Вот мы, что называется, за руку проведем через все сложности регистрации, создания карточек ваших продуктов до первых 10 продаж. Также научим пользоваться в личном кабинете всем блоком аналитики. И под все это сделали очень крутой пакет услуг, который позволяет, единственное, на рынке, по сути, за такую стоимость, позволяет всю поступающую выручку от всех маркетплейсов переводить на счет физического лица за 0 рублей. То есть без комиссии. Абсолютно вы можете выводить все денежные средства и по своему усмотрению ими дальше пользоваться. Вторая часть нашего производства это продукция протеиновые батончики. Она в ближайшее время планируется к запуску. То есть мы уже смонтировали оборудование, рецептуру разработали. Соответственно, скоро начнем все это дело продавать. Но, слушай, эта тема очень актуальная. Мне кажется, весь спортпит состоит из батончиков прежде всего даже. Ну, это больше даже не спортпит. Это просто вкусная штука без сахара. Конфета. Это полезная, вкусная конфета. Как вы выделяетесь среди конкурентов и что вас от них отличает? Ну, вообще, мы очень любим наших конкурентов, потому что благодаря ним мы становимся лучше. Мы очень много уделяем внимания рецептуре. Мы очень много внимания уделяем вкусу. Очень много денег инвестируем в упаковку для того, чтобы мы могли быть для наших потребителей узнаваемы среди всего того, что вы говорите. Движемся по пути следования выпеченного твоего печенья. То есть, фактически финальная стадия. Продукт упаковывается в шоу-боксы. Внутри 12 печенек. В индивидуальной упаковке. Слушай, очень красиво выглядит упаковка. Такой, как блок. И она сразу ставится на полку в магазине. Да, мы очень много уделяем времени дизайну. Слушай, ну, правда, красивый. И это тебе. Спасибо, Владимир. Слушай, кто производит упаковку? Партнеры какие-то? Либо это делаете вы. Если говорить про пленку, мы заказываем ее у партнеров. А шоу-боксы – это наша типография. Сами делайте своя типография. Чтобы снизить затраты в том числе. И загрузить работой. И загрузить работу типографии. Но выглядит огонь вообще. Спасибо большое, я взял упаковку. Все правильно. Юр, вот товарный знак в спорте. Я знаю, что были сложности у тебя с регистрацией товарного знака. Расскажи, как ты их преодолел? И в чем конкретно была сложность? В свое время всплыло вот это название. Его предложил один из наших сотрудников. Мы обратились в специализированную компанию, которая должна была провести экспертизу. И сообщить нам о том, что возможно это зарегистрировать или невозможно. Та компания, к которой мы обратились, она была недобросовестная. И они провели экспертизу не тщательно. И дали нам добро. Сказали, делайте, все будет нормально, мы вам это зарегистрируем. Мы подали документы все. И нам спустя несколько месяцев приходит отказ из патентного бюро, что зарегистрировать это невозможно, потому что товарный знак принадлежит зарубежной компании. Это была словацкая компания. Мы сначала вступили с ними в переговоры по выкупу бренда, но у них какие-то были невероятные мечты, видимо, о продаже этого товарного знака. За дикие деньги. Мы сказали, ну хорошо, мы вас услышали. После этого мы нашли серьезного очень уровня юриста. Провели расследование, выяснили, что они не используют товарный знак нигде, что он просто у них зарегистрирован. И подали в суд. И в результате суд встал на нашу сторону. И этот знак стал нашим. Суперинтересный действительно бизнес-кейс. Это как раз говорит о том, что казалось бы, что не надо сдаваться. То есть первая твоя реакция, это холодный пот, и ты думаешь, ну все, мне хана. А потом ты уже начинаешь эти эмоции от себя очищать и искать пути. Как ты видишь успех компании? Два-пять лет. В чем он состоит? Мы сильно расширяем географию продаж. Мы выходим более активно на международный рынок. И наша выручка близится к 10 миллиардам. Сейчас какая выручка? Сейчас она в районе 500-600. Миллионов, да? Ну что ж, наш рабочий день, как и экскурсия, подходит к концу. Поэтому я предлагаю переместиться в яхту и посмотреть Нижний Новгород с воды. Потому что у нас слияние двух рек Океи и Волги. Если ты не видел Нижний Новгород с воды, значит ты в нем не был. Мне нравится идея. Погнали. Погнали. Давай. Что, заходим? Да, загружаемся. Давай, заходи. Оп. Опа. Слушай, ну вот так говоря о будущем, в целом развития компании. Не знаю, с партнерами обсуждали возможность, может быть, покупки, либо постройки такого своего производства, где все продумано. Да, но мы регулярно это обсуждаем. Да? Пока все же в аренде, да? Пока все же в аренде, да? Да, но просто тут такая философская точка зрения. У меня вот, например, один из партнеров говорит, парни, если вы будете строить помещение, будьте готовы у меня его выкупить. Потому что я не хочу его оставлять. И когда там, условно говоря, придет пенсия, я хочу путешествовать, условно говоря, и тратить деньги на себя. Ввязываясь в стройку, нужно потратить очень много денег, и при этом всем ты на выходе просто получишь свой актив. И будешь очень долгое время прибыль компании направлять именно на достройку, выкуп. Плюс ты сразу же получаешь расходы по содержанию, по обслуживанию. А хочется найти вот этот баланс, когда у тебя остается побольше денег для того, чтобы мир смотреть, например, или близких радовать, покупать что-то им хорошее. Ну и здоровье, естественно, оно же. Мы же не молодеем каждый год. Не жалеешь, что вообще я занялся когда-то своим делом, и вообще свой бизнес у тебя получился? Ни разу не жалел. В первую очередь, я очень счастлив заниматься своим делом, потому что я занимаюсь этим делом с теми людьми, с которыми мы работаем. Мои партнеры – это наши сотрудники, потому что мы все так, ну, стараемся, не знаю, в профессиональном плане любить, что ли, друг друга. Ну и потолка нету никакого, то есть ты не упрешься. Ни у кого, да, ни у кого. Абсолютно горизонты свободные вообще, любые, да? Друзья, это был увлекательный опыт в Нижнем Новгороде. Мы побывали в гостях у двух увлеченных своим делом предпринимателей. Я приглашаю вас всех в Нижний Новгород, обязательно приезжайте, смотрите, это удивительный город на Волге. Слушайте и смотрите наш подкаст «Был такой кейс» во всех социальных сетях. Задавайте вопросы, через чат-боты мы обязательно на них ответим. С вами был Егор Калина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин